Инновационные средства обучения и научное творчество учеников в Кировском лицее номер 21 прошло выездное заседание регионального совета по реализации нацпроекта в сфере образования. Подробнее Валентина Палкина. Занятия по экспериментальной физике для пятиклашек, приобщение к научному творчеству, помощь наставников и учителя. Быть может, знакомство со свойствами света пробудит у лицеистов интерес и в будущем они станут конструировать приборы для управления световыми пучками. В 11 классе открытое занятие по дополнительной образовательной программе «Школьный экологический мониторинг». Мы будем исследовать снеговую воду на степень ее загрязненности. Мы взяли пробы снега с разных участков, с улицы Воровского и со двора школы нашей. И будем сравнивать. Дадим рекомендации жителям города, чтобы не подвергнуться воздействию вредных химических веществ, которые могут содержаться в определенном районе города. Учащиеся лицея номер 21 умеют оценивать чистоту воды, атмосферы и почвы. Предоставляли данные для сборника «Экологический паспорт» города Кирова. С результатами выступают на Конгрессе молодых исследователей «Шаг в будущее». В рамках проекта «Строим город Экоград» лицей предложил свою форму развития экологического образования. Создание условий для погружения школьников в атмосферу научного познания и продуктивной деятельности. Мы выбрали такую форму, как оборудование лабораторий по экологическим исследованиям. Кроме того, это само оборудование лаборатория, оно входит в систему мероприятий. Сюда же и природоохранные мероприятия входят, сюда же исследовательские работы ребят. Не прекращается научная деятельность ребят и во время каникул. Летом школьники занимаются в математическом лагере. Также проходит сбор актива «Прорыв. Наука. Творчество. Успех». Лицеисты не только проводят исследования, обсуждают и представляют их, но и дорабатывают до оригинальных проектов, которые даже получают свидетельство о регистрации в Роспатенте. Были предложены достаточно много проектов по физическим приборам, новым физическим приборам. Также социальные проекты, которые мы разрабатываем. Например, проекты, связанные с защитой животных. Или, например, дети у нас предлагали поставить автоматы на улицах города Кирова, для того, чтобы в дождливую погоду выдавать зонтики одноразовые. Членам регионального совета по реализации нацпроектов в сфере образования представили в действии инновационные средства обучения. На современном этапе воспитательный процесс – это в первую очередь формирование у детей и подростков творческого опыта, освоение научных достижений. Валентина Палкина, Денис Тружков, Вести, Кировская область.